Человечество привыкло рассматривать разум как нечто неотделимое от индивидуальности. Мы связываем интеллект с крупным мозгом, развитой корой, языком, абстрактным мышлением и осознанием собственного я. В этом смысле муравьи кажутся почти антиподами разума, почти с одинаковыми моськами, лишенные индивидуальности и на первый взгляд действующие автоматически. Однако здесь мы сильно ошибаемся. Современная биология, нейроэтология и теория сложных систем все чаще приходят к выводу, что муравьи представляют одну из самых совершенных форм интеллекта на планете. Просто этот интеллект не локализован в голове и не принадлежит отдельному существу. Он распределен, коллективен и эволюционно старше человеческого в десятки миллионов лет. Считается, что муравьи появились в меловом периоде, когда Земля выглядела совершенно иначе. Континенты только начинали принимать современные очертания, климат был теплее, а доминирующими формами жизни оставались динозавры. Первые муравьи были невзрачными и немногочисленными, но их социальная организация дала им эволюционное преимущество, которое оказалось решающим. Когда около 66 миллионов лет назад произошло массовое вымирание, уничтожившее большую часть крупных видов, муравьи не просто выжили, они начали стремительно распространяться. Их численность, разнообразие и экологическая роль росли, пока они не стали одной из ключевых сил наземных экосистем. Сегодня известно более 14 тысяч видов муравьев, и почти каждый из них живет в форме колоний. Именно колония, а не отдельные муравьи, являются основной единицей жизни. Вне колонии муравьи – биологически ущербное существо, не способное реализовать свой потенциал. Так что добро пожаловать в колонию. Потому что внутри колонии он становится частью системы, обладающей свойствами, которые невозможно объяснить, анализируя отдельные элементы. Современная наука называет такую систему суперорганизмом. Да, колония муравьев ведет себя как единое живое тело. Она регулирует численность, распределяет ресурсы, реагирует на угрозы, изменяет свое поведение в зависимости от условий среды и даже обучается на собственном опыте. При этом у нее нет мозга в привычном смысле. С человеком такое вряд ли получится. Каждый муравей обладает относительно простым набором поведенческих правил, но их взаимодействие создает сложную, адаптивную и устойчивую систему. Исследования последних лет все чаще сравнивают такую организацию с распределенными вычислительными сетями или так называемым жидким мозгом, где интеллект возникает не из централизованного управления, а из множества локальных взаимодействий. Коммуникация муравьев – ключ к пониманию этого феномена. Они не используют звуки или зрительные образы как основной канал передачи информации. Их язык химический. Феромоны, выделяемые специальными железами, кодируют сообщения о пище, опасности, маршрутах, социальном статусе и физиологическом сигнал может нести разную информацию в зависимости от концентрации, контекста и сочетания с другими веществами. Таким образом формируется многоуровневая система передачи данных, которой нет отправителя и получателя в привычном смысле, есть лишь поток информации, изменяющий поведение всей системы. Особенно показательно, что этот язык способен передавать даже абстрактные события, такие как гибель сородичи или угроза, которую нельзя непосредственно увидеть. Муравьи, столкнувшиеся с опасностью, оставляют химический след, который мгновенно перестраивает поведение тысяч других особей. Колония реагирует как единое целое, часто быстрее, чем это мог бы сделать любой централизованный организм. Эксперименты показали, что муравьи способны демонстрировать поведение, которое внешне выглядит как планирование будущих действий. Так наблюдения за длиннорогими, так называемыми «безумными» муравьями выявили, что при транспортировке крупной добычи они заранее расчищают маршрут, убирая мелкие препятствия еще до того, как они начинают мешать. Ни один отдельный босс-муравей не обладает полной картиной происходящего, но система в целом действует так, будто предвидит будущую проблему. Это поведение возникает исключительно за счет локальных взаимодействий и химической коммуникации без центра принятия решений. Физические возможности муравьев давно стали объектом популярного удивления, и их способность поднимать грузы, превышающие собственную массу в десятки раз, объясняется не только особенностями экзоскелета и мышечной структуры, но и масштабным эффектом. На малых размерах законы физики работают чуть-чуть иначе. Прочность возрастает быстрее массы. Однако еще важнее то, что муравьи редко действуют в одиночку. Коллективное перемещение объектов – это сложный процесс, в котором нагрузка перераспределяется, направление усилий постоянно корректируется, а стратегия движения адаптируется к препятствиям. Исследования показали, что в подобных задачах группы муравьев иногда превосходят по эффективности группы людей, лишенных вербальной координации. Да, возможно, это обидно слышать, но муравьи во многих вещах прогрессируют лучше, чем люди. Инженерные способности муравьев выходят далеко за рамки простого строительства. Их гнезда – это сложные архитектурные системы с вентиляцией, терморегуляцией и четким зонированием. Камеры для личинок, хранение пищи отдыха и отходы расположены таким образом, чтобы минимизировать риски и оптимизировать внутренние процессы. И в принципе им можно колонизировать Марс. Более того, некоторые виды способны создавать временные конструкции из собственных тел. Живые мосты и плоты, которые динамически изменяются в зависимости от нагрузки. Такие структуры существуют ровно столько, сколько нужны, и исчезают без следа, как только задача решена. Муравьи также демонстрируют удивительные формы хозяйственной деятельности. Грибные фермы листорезов – это сложные эгроэкосистемы, где муравьи выращивают определенные виды грибов, нося корзинки в лапках. Поддерживают стерильность, контролируют рост и уничтожают паразитов. Это требует точного регулирования условий и коллективного контроля. Другие виды занимаются скотоводством, разводя тлю ради питательных выделений. Они защищают ее как пастуховечек, переносят на новые растения и даже регулируют численность, чтобы сохранить устойчивость системы. Социальная жизнь муравьев включает и темные стороны. Войны между колониями могут быть масштабными и жестокими. Некоторые виды захватывают роскошных личинок и куколок других муравьев, превращая их в рабов в своих скам-центрах. При этом агрессия всегда строго направлена наружу. Внутри колонии царит почти абсолютная кооперация. Распознавание свой-чужой осуществляется по своего рода биометрической системе доступа, а точнее химическому профилю. А эта система идентификации настолько точна, что ошибки практически исключены. Но одним из самых поразительных аспектов муравьиного общества является санитарный контроль. В колонии строгого режима разделяют жилые зоны и зоны для отходов. Погибших особей выносят в специальные усыпальницы, а зараженных изолируют. Некоторые муравьи пускаются во все тяжкие и специализируются на уборке и утилизации, подвергаясь повышенному риску ради защиты всей системы. При угрозе эпидемии муравьи способны менять архитектуру гнезда, уменьшая количество связей между камерами, чтобы замедлить распространение болезни. Это поведение аналогично социальному дистанцированию и возникает без осознания причины исключительно через коллективные сигналы. Как мы знаем, муравьи не имеют легких, ушей или сложных органов зрения, но их восприятие мира чрезвычайно эффективно. Они дышат через трахейную систему, воспринимают вибрации почвы, изменения химического состава воздуха и микроскопические температурные колебания. Их сенсорный мир отличается от нашего, но он идеально приспособлен для коллективного существования. Они подобны инопланетянам, застрявшим на нашей планете. Ну или мы на их. В центре колонии, конечно же, находится матка, чья продолжительность жизни может достигать нескольких десятилетий. Это делает ее одним из самых долгоживущих насекомых. Однако ее роль часто неправильно интерпретируют. Матка это не тиран в юбке, не управляет колонией и не отдает приказы. Она репродуктивный центр, обеспечивающий стабильность системы. Это как процессор в материнской плате. Управление же осуществляется снизу вверх через взаимодействие рабочих особей. Если оценить суммарную биомассу муравьев, становится ясно, что они одна из доминирующих форм жизни на суше. Их влияние на почву, растительность и пищевые цепи огромно. Они насыщают почву воздухом, распространяют семена, контролируют численность других организмов и формируют ландшафт на микроуровне. В этом смысле муравьи – настоящие архитекторы биосферы и колонисты. Есть чему поучиться. Современная наука все чаще рассматривает муравьев как модель для изучения коллективного интеллекта. Их поведение вдохновляет разработку алгоритмов, роботехнических систем и сетевых технологий. Но, возможно, главный урок, который они дают человечеству, лежит глубже. Муравьи показывают, что устойчивость, адаптивность и долговечность цивилизации не требуют индивидуального гения или централизованной власти. Они требуют эффективного взаимодействия. Муравьи не догадываются, что они разумны. Они просто проживают свою жизнь. У них нет культуры в человеческом смысле, нет философии и истории. Но их общество существует сотни миллионов лет, тогда как человеческая цивилизация лишь мгновение по эволюционным меркам. И если интеллект измерять не способностью осознавать себя, а способностью выживать, адаптироваться и формировать устойчивые системы, то муравьи оказываются не на периферии разума, а в самом его центре. Продолжение следует... Продолжение следует...